Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом месье её сменил. Ребёнок был резов, но мил. Месье Лабе, француз убогой, чтоб не измучилась дитя, учил его всему шутя. Не докучал моралью строгой, сперва за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Слегка за шалости бронил. Это я допортачила уже. В эфире БЛНФМ программа «Анализируй этно» с Ольгой Миранович. Я Ольга Миранович, здравствуйте. Я не случайно начала этот выпуск со всем известных строк из романа Пушкина Евгений Онегин про воспитание главного героя. Онегин, как вы помните, был человеком благородного происхождения, и поэтому родители нанимали ему воспитателей инородцев. Ну, чтобы расширить кругозор наследника, чтобы у него было не местечковое, так сказать, мышление, а планетарное. Потому что растили они из него не просто россиянина, а европейского человека. Ну, вы, конечно же, сейчас подумали, что иностранные воспитатели — это что-то такое на богатом, и что это роскошь, недоступная простым смертным, а вот и нет. Потому что моя младшая дочка получила вот точно такое же воспитание, как Евгений Онегин. Просто в точности, прям как по писанному Пушкину. Всё было включено. И мадам из-за границы, и даже летний сад, потому что ходила моя глафира в детский сад номер 7, росток на улице Свердлова, который совсем рядом с Псковским летним садом. А сейчас превратился в руины. Но не будем о грустном. Не будем о грустном. Или, может быть, и будем, это как пойдёт. Вот, а воспитательницу моей глафиры звали Елена Гарниковна. И она приехала к нам из Армении. Спустя много лет, потому что глафире моей уже 20 в этом году стукнуло, я разыскала ту самую Елену Гарниковну. И сегодня она вместе со мной в студии. Во-первых, оказалось, что вовсе она никакая не Елена, а Гегине Гарниковна Аручуня. И теперь это не просто воспитатель, вот как тогда, а воспитатель высшей категории, победитель конкурса, воспитатель России в номинации «Верность профессии». А что значит имя Гегине? Что это за имя такое? Что за Гегине вообще? Это имя греческое от имени Гегине, Хелен. То есть это Елена, то есть вы неспроста Елена. А вас чаще называют Еленой Псковичей или Гегиной? Псковичей Еленой. Я как не пыталась Гегине просить, чтобы называли, так обращаться ко мне, но почему-то Елена им ближе. И родителям тоже. Нет, родители Гегиной. Родители всё-таки называют вас Гегиной. Да, когда вот пишут. А правда, что бывшие сотрудники детского сада «Росток», вот этого разрушенного, умыкнули на память табличку от него? Ну, было, конечно, такое дело, потому что было очень тяжело уходить от сада. Ну, раз нужно было делать капитальный ремонт, аварийное здание, вы знаете, что для нас самое главное… Ну, было ли там капитальный ремонт, совсем его превратили, вообще развалено. Ну, самое главное – жизнь детей обезопасить, поэтому пришлось так. Ну, чтобы вы понимали, чтобы наши слушатели понимали, это был прекрасный детский сад. Сейчас объясню. Обычно маленькие дети, они часто болеют, потому что не хотят идти в детский садик. И чтобы побыть с мамой подольше, они начинают симулировать всякие болезни. У нас ровно наоборот в семье было. Если моя Глафира заболевала, то она так скучала по своему детскому саду, что я ей говорила, хочешь поскорее обратно к Елене Гарниковной? Ну-ка пей давай тёплое молоко с пенкой. И это работало. И не потому, что я такая мать ехидна, а вот потому, что у нас такие были замечательные воспитатели. И был там просто привет вам большой, кстати, от Глафира. Спасибо большое. Она очень рада, что я вас разыскала. Огромный привет. Очень скучаю по своим воспитанницам. Действительно, седьмой сад был как наш родной дом. Я туда пошла чисто случайно работать для своего интереса, для своей радости, потому что не знала, куда свою энергию девать. И решила в этот сад поступить на работу, продолжить свою профессию, профессиональную деятельность. И с первого дня меня окунули воспитатели, руководители детского сада. С такой теплотой меня приняли. Доверились мне, что я очень себя хорошо чувствовала, уютно. И с радостью ходила на работу, учила, воспитывала маленьких детей. И это было всё взаимно. И было очень жаль, конечно. Да, жалко, что у садика больше нет. Нет, ну жизнь продолжается. Вот я как-то так устроена, что я вот тогда даже не задумывалась, что у нашей воспитательницы какое-то такое чудное отчество Гарниковна. Ну, Гарниковна и Гарниковна, ну что такого. А потом узнала, что вот некоторые родители, оказывается, задумались очень даже. И даже с вами первое время не здоровались. Почему? Бывало такое, потому что, знаете как, не все же родители могли доверить своё чадо какому-то чужому воспитателю, незнакомому. Кто-то сразу доверился, а кто-то хотел присмотреться, проверить. И месяца два походили-походили, не здоровались. Я настырно здоровалась, это показывало свою культуру, своё отношение к ним доброе. Всегда улыбкой встречалась, улыбкой провожала. Была очень внимательна к ребёнку. И они это поняли, увидели. Ребёнок меня полюбил, и поэтому всё пошло потом, всё хорошо. То есть всё-таки они убедились, что вы... Да, убедились, что я... Хорошая воспитательница. Хорошо относилась к детям. Смотря на то, что армянка, да? На то, что да. Так, давайте-ка мы сейчас вот с вами и выясним. Вот чему такому плохому может научить русского ребёнка армянская воспитательница? Что у вас такие за свычай обычаи там армянские, что они так пугают псковичей? Может, вы правда там учите чему-то, я не знаю, крамольному детишек наших? Нет, плохому не могу научить, но, видимо, есть лишняя строгость у меня. Вы строгая? Мне так кажется, да. Вы, по-моему, добрейший человек. Я и добра, и в то же время бывает, что просто взглядом объясняю ребёнку, что вот это делать, например, нельзя, или это опасно, там упадёшь, ударишься, и ребёнок сразу уже понимал взглядом. Да, да. Поэтому так-то я чувствую, что я немножко всё-таки строгость во мне есть. Ну а чем псковичи отличаются от армян? Армяне от псковичей. Что-то у вас вообще не нравится псковичах, может быть? Знаете, всё равно, ну, мы же все народности отличаемся всё равно друг от друга. Своими традициями, своими обычаями, своим характером, то есть национальным характером. Например, у русского народа, мне так кажется, у них терпеливый характер. Вот надо так вот разозлить русского человека, чтобы он, например, не так кажется. А армяне более вспыльчивые? Армяне более вспыльчивые. Если они там что-то это, сразу там начинают свои эмоции показывать. Я тоже эмоционально, я сразу могу там эмоционально выразиться, а потом успокоиться. То есть так, мне так кажется. Вот характером всё равно отличаемся, да мы более вспыльчивый народ. А я ещё знаю, что армяне, они более такие и душевные, они обниматься, вот это всё, такое много телесного контакта. Да, любим всегда обниматься, да, всегда желаем добра друг другу. Каждое утро, если под руками встречаемся или списываемся, всегда вот желаем хорошего дня на весь день. То есть так общаемся, нет, мы дружелюбный народ, любим угощаться. И вот мы сейчас, кстати, все за семейные вообще традиции, за скрепы. Вот у армяна-то, ну-ка расскажите, у армяна-то вообще ещё селье развитые, и традиции они семейные берегут ещё лучше, чем русские, намного. Такие, да, традиции есть, конечно, армянские. Это строгость в семье, это, ну вот, даже не знаю, как сказать. Взрослые дети живут с родителями. Взрослые, да, дети. Мы тяжело вот родители отпускаем своих детей от себя. Вот это вот так вложено в нас уже. Мы живём с родителями, мы не представляем, как можно вот отдельно жить от родителей. То есть у нас всё общее, мы вместе должны сообща, друг другу помогать, всё делать вот вместе. Не знаю, мне тоже тяжело своего ребёнка куда-то отпускать. Тоже я привыкла, что мы должны все вместе жить. И родителей больше почитать, да, армян как-то это, больше уважения, больше такого. Да. Да, вы слушаетесь маму? Слушаюсь, да. До сих пор слушаетесь маму? Да, я взрослая, я иногда с мамой так сидим, поговорим, говорю, мама, ну мне же уже много лет. Она всё равно воспитывает. Да, она должна воспитывать, потому что она тоже педагог. С девочками не отпускает вечером, да? Да, всё-таки, да. Гулять? Да, гулять не отпускает. Да поздно нельзя гулять, да? Нет, нельзя. Да, я сама не позволю себе этого, да. Поэтому тоже в педагогической семье выросла. Мама всю жизнь работала в детском саду музыкальным работником. И папа был педагогом, учителем истории. Потом занимал должности. Ну что-то, армянское, есть у вас воспитание в детском саду? Что-то привносите вы своей национальной культурой? Вот вы знаете, сейчас на данный момент у меня малыши, но когда чуть-чуть постарше они, да, вот с ними, и, например, народные игры играем, армянские народные игры, русские народные игры, и начинаем различаясь, например, там рассказывать. Вот здесь вот такая игра армянская, это вот русская народная такая игра. Например, есть армянская народная игра «Пастух и волк». Это как вот гуси-гуси, га-га-га, да. Если хотите, да-да. То есть много похожего, да? что волк кричит пастуху, что я украду твоих овец. А пастух говорит, я сильный, я там горит, я не дам своих овец тебе. То есть овцы бегут к пастуху, волк гоняется за ними. То есть такие вот игры есть. Можно их знакомить. Например, вот они будут у меня в старшей группе уже детки. Можно познакомить их с армянскими народными инструментами и с русскими народными инструментами. Я задумалась о том, что мою младшую дочку воспитала армянка только на выпускном вечере в детском саду, когда наша красавица Елена Гарниковна вдруг достала какой-то экзотический музыкальный инструмент, похожий на гусли. Она делала такие металлические... Медиатры. Такие напёрстки, в общем-то. И как сыграло нам что-то такое волшебное армянское народное, родители обомлели. Вот вы какая, оказывается! Мы втайне держали, хотели сделать сюрприз родителям. Я думала, что сюрприз удался. Я думала, что сюрприз удался. Руки тряслись, конечно. Много лет не играла. А вот где этот инструмент волшебный? Почему вы не принесли нам его? Ну, как-нибудь, если случай будет, инструмент... Играете в него сейчас? ...ремонтируем. Нет, сейчас нет. Почему? Потому что надо делать ремонт. А что там с ним случилось? Инструмент от сырости, от погоды. Да, у нас треснул инструмент. Поэтому не настроить. Да, очень жаль. Вот, кстати, климат у нас в Псковской области, он не очень, я бы сказала, подходящий не только для армянских инструментов, но и для самих армян. Правда же? Да, да. А как вообще так получилось, что вы стали псковичкой? Я, честно говоря, по семейным обстоятельствам приехала во Псков со своим сыном. У меня были родители здесь уже. Это в каком году вы приехали? Это 29 лет назад, это в 95-м году я приехала. Родители еще раньше приехали. Вот. Ну, приехали погостить, но Псков так заворожил, так понравилось, что остались. Остались с родителями жить. Армяне, если кто не в курсе, рассеянный народ, так же, как и евреи. И, наверное, тому есть очень много причин, не всегда они, армяне, в этом виноваты, что им так приходится вот жить в разных странах. Сто с лишним лет назад армяне вынуждены были бежать от геноцида, который в 915 году совершили против них власти Османской империи, в состав которой входили тогда некоторые территории исторической Армении. И от этого великого злодеяния погибло более миллиона армян. А те, кто спасся, они были вынуждены покинуть родину. Кстати, через несколько буквально дней, 24 апреля, как раз будет день памяти жертв геноцида армян. Очень важная для этого настрадавшегося народа дата. Мы всегда вспоминаем. В конце прошлого века, сразу после развала СССР, к тому же, разгорелся Карабахский территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который тлел, тлел, тлел. До недавнего времени закончился тем, что минувшую осенью опять более ста тысяч армян вынуждены были опять стать беженцами, покинуть территорию, где их предки жили много веков. Много веков, да. Это очень печально. Конечно, это беда нашего народа. Но мы сильный народ, мы справимся. А еще и природные катаклизмы, да. И природные катаклизмы, да. Когда я училась в университете в конце 80-х, в спитаке произошло ужасное землетрясение. И я помню, как москвичи собирали тогда гуманитарную помощь, ехали добровольцами помогать армянам, пострадавшим. Потому что от этого землетрясения погибли по разным подсчетам от 25 до 45 тысяч человек. 140 тысяч стали инвалидами, и полмиллиона остались без крова. Ну и в целом на Кавказе живет много народу, а работы на всех не хватает. А у нас в Псковской области наоборот. Много места, а народу людей не хватает. Сколько себя помню. Демографическая яма у нас. Все начиналось еще с так называемых бесперспективных деревень. А теперь еще и Санкт-Петербург на наши трудовые, так сказать, резервы хищным взглядом стал засматриваться. Тамошние депутаты так открыто и говорят, что сейчас будем переманивать к себе гастарбайтеров, вот этих нищих, псковичей из Тверской области, там, где зарплаты меньше. Будем переманивать кадры. Так что поэтому нам очень-очень повезло, что 29 лет назад к нам приехала Псков-Гене. И стала такой замечательной воспитательницей. Мне вот точно повезло. Спасибо большое. Напоминаю, что вы слушаете или смотрите программу «Анализируй этнос» Ольга Миранович. И сегодня вместе со мной в студии армянская женщина, которая воспитала моего русского ребенка. Зовут ее Гигине Гарниковна Артюня. И она, между прочим, победитель конкурса «Воспитатели России». Это Евгения Онегина воспитывала какой-то там французский аббат, не пойми кто. Из-за чего, как писал Пушкин, тогдашние аристократы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. А вот у моей дочери, например, был супер-воспитатель, как теперь выясняется. И, кстати, современные Пушкины, псковские, они не дремлют, не дремлют. И уже воспели Елену Гарниковну в стихах. Есть такой псковский поэт Борис Зуев. И на портале стихи.ру можно прочесть его стихотворение «Воспитателя» с посвящением «Любимому воспитателю моего сына Гигине Гарниковне Артюнян». Это даже не стихотворение, это песня. Потому что там рефреном идёт «Воспитатели, воспитатели, вы создатели детской мечты для детей, словно сёстры матери. И в душе вы чуть-чуть малыши». И особенно там понравилось про то, что у вас такие смеющиеся глаза, что вы очень добрые и смотрите такие, улыбаетесь, глазами умеете улыбаться. А вы кем себя, спустя 29 лет, вы кем себя больше ощущаете? Вот уже россиянка или всё-таки вы армянка? Нет, вы знаете, я… Представитель диаспоры армянской. Как? Нет, я всё-таки армянка, себя чувствую армянкой и горжусь этим, горжусь моей историей, историей моего народа. Вот, стараюсь не забывать, конечно, свои корни, свои, ну, как это сказать? Традиции. Традиции. А вы дома в семье разговариваете про армянский, да? Да, да. На армянском языке разговариваем. А вы верующая? Ну, да. А в какую вы тогда церковь ходите? В скольжи гет армянской церкви? В храм Александра Невского ходите? Да, там было в храме Александра Невского, но потом мы там перестали уже ходить. Первое время, вот первые годы, когда мы приехали сюда, было как-то тяжело, отношение было к нам немножко другое. Ну, там, видимо, не очень хорошие люди работали тогда. Обижали вас там? Да, там служили. А за что вас там обижали? За то, что вы креститесь не справа налево с лево? Не, крестилась правильно, да, я крестилась в России здесь. Я имею в виду, что армяне, если кто не знает, они крестятся не как русские справа налево, а слева направо. И часто по этому армянам в русских церквях делают замечания какие-нибудь бабушки там бдительные. Да. Обижали вас за это? За что вас там? Да, бывало, что там обители, мы как-то, честно говоря, обиделись, и туда уже не ходим, в эту церковь. То есть вам там делали замечания, что-то там? Да, мы там за упокой просто писали, они просто посмотрели имя армянское. Какое? Ну, имя моего отца. Гарника? Да, за упокой, хотя я писала как по церковному Гарик. Ну, там женщина, видимо, не нужно было просто её слушать. И мы перестали туда ходить. Ходим уже в другую церковь. Тут я должна напомнить нашим слушателям и зрителям, что христианство пришло в Армению в первом веке нашей эры. А уже в начале 4 века царь Традат III провозгласил христианство в Армении, государственные религии. И таким образом Армения стала первой страной в мире христианским государством. За 500 лет до крещения Руси, на минуточку. А с 405 года у армян появился свой уникальный алфавит. А кириллица, опять же, будет создана только через 400 с лишним лет. Интересно, кстати, что в Европе только грузины и армяне имеют свой уникальный алфавит, собственный, основанный не на латинице, не на кириллице. Это я к чему говорю-то. Всего 39 букв, было 36 букв, создал Месроп Маштоц, алфавит. А потом через несколько лет прибавились две еще буквы О и Ф. И еще буква Ев. Это я к чему говорю-то. Общаться с армянами полезно, потому что в некоторых сферах культуры они на несколько веков обгоняют русских. Да, больше 2800 лет уже существует Армения. Да, и много очень знаменитых армян, которые много чего интересного придумали, изобрели, в культуре прославились. Я когда готовилась к этой программе, я выяснила, что даже Манкомат создал американские ученые армянского происхождения. Все может быть. Лютер Джордж Тимджан. Единым народом армяне себя осознали намного раньше. Вообще первые армяне упоминаются у Дария в записках в 520 году до нашей эры. И одного из аргонавтов, кстати, звали Арменас. Вот так вот. А еще вам приходилось не только в церкви, в храме Александровинской, вообще как-то неприязнь испытывать со стороны местных. Как вообще? Псковичи толерантные? В основном да. Но иногда, конечно, как сказать, в каждом народе же есть и хорошие, и нехорошие люди. Не боитесь вы на улице разговаривать, например, на армянском? Ну, вы знаете, я так воспитана, что нужно соблюдать какие-то правила в общественных местах. Например, в общественном месте, в автобусе, там или где многолюдно. Я не могу на своем языке громко разговаривать, хоть по телефону или даже когда я иду с подругой. Я обязательно разговариваю на русском языке. Потому что, во-первых, это не очень приятно другим людям. Мне бы тоже, например, может быть, мне было бы приятно, если бы на другом языке разговаривали рядом со мной, которые я бы не понимала. То есть неуютно становится как-то. Ну, так не кусяться? А если вдруг пришлось там где-то обмолвиться? Ну, бывало, да. Бывало первое время, да. Но мы сейчас уже привыкли. Стараемся не отвечать таким людям. Потому что они же не думают, что говорят. Мне так кажется. Умные люди так не поступают. У меня очень много друзей разных национальностей, очень много подруг. И из коллег тоже есть девочки. И меня очень уважают. Я их уважаю. Мы как-то разницу даже не чувствуем. Я забыла сказать, что у Гигине есть даже свой дзен-канал, где она сочиняет сказки. И сказки она сочиняет и выкладывает, которые она сочиняет вместе со своими воспитанниками. И не просто они вместе сочиняют. Это сказки очень про ежика, про зайчика. Так и называется канал. Называется Гигине Гарниковна. Так и называется он. Вот посмотрите, какие там... Они такие русские народные, прям блатные, хороводные сказки. И дети там, значит, ещё и рисунки рисуют для этих сказок. Да, вместе с родителями. То есть у меня первоначально так придумано, что я должна обязательно пообщаться с родителями, создать коннект между мною и родителями, чтобы у нас была взаимосвязь друг с другом. И поэтому, что я делаю, я всегда общаюсь, рассказываю родителям. И они с удовольствием мне помогают. Они тоже вовлекаются в эту игру, да? Да, вовлекаются. Им очень это нравится. Родителям. Поэтому они сами даже предложили нарисовать сказки, картинки. А издавать-то будете эти сказки? Ну, пусть побольше напишу, если побольше будут. У нас есть псковские сказки такие, псковские сказки сяки. А тут будут псковские армяно-псковские сказки. Уже пора. Чуть ещё побольше напишу. А сколько уже сказок у вас? Десять, двенадцать примерно. Ну, маловато, да. Надо поднатужиться там. Да, да. Да, ещё сочиним, ещё с детками. То есть родители сейчас с вами здороваются, любят вас родители. Наконец-то они осознали, да? Да, есть уважение, любовь ко мне. И мне это даёт стимул для дальнейшей работы, для дальнейшего воспитания моих воспитанников, маленьких деток. А за что вам, кстати, дали воспитателей России вот эту заверенность? Что в этом такое придумали? У нас был очень большой проект по патриотическому воспитанию. Так как в моей работе я в первую очередь... Ставлю вот акцент на патриотическое воспитание. Вот армянская воспитательница, задумайтесь, за патриотическое воспитание русских детей получила награду. Очень большой был проект. Помогали все и коллеги, и друзья, и руководитель, и старший воспитатель, и родители, и дети. То есть это было общее наше дело, общая наша работа, наш труд. Вот. И он был оценён, и я очень рада. Это дало мне ещё больше стимула ещё дальше развиваться, ещё дальше работать в своей профессии, в своей должности. Вот. Воспитатель. Что я хочу ещё сказать, что в связи с трагедией в «Крокус-Сити-Холле», к сожалению, сейчас разгоняется в России мигрантофобия во многих пабликах. И как будто все террористы — это обязательно какие-нибудь понаехавшие. И как будто проблему международного терроризма можно решить, если просто выгнать всех мигрантов из России. Вот отгородимся китайской стеной, и будет нам счастье. Ага. Сразу полицейские начнут приезжать на место происшествия через несколько минут. Все аварийные выходы откроются. Инвесторы начнут строить общественные здания с соблюдением всей противопожарной безопасности и строго из негорючих материалов, как это полагается по ГОСТу. Вот, прочла на днях в социальных сетях вот такую памятку, там ее распространяют вроде бы просвещенные люди, распространяют вот такую вот памятку, что, значит, написано там, правила, правила поведения с мигрантами. Убежден, что каждый из граждан России, которому не нравится засилие непрошенных гостей, должен соблюдать вот следующие простые правила поведения, чтобы непрошенные гости четко поняли, что на этой земле им не рады, им лучше благополучно уехать к себе домой. Правила такие. Не общаться с мигрантами, не сдавать им жилье, не покупать от них товары, не нанимать их на работу, не впускать их в свой дом, не знакомиться с ними, не дружить, не рожать от них детей. Там 10 правил вот таких, и это вот просто стыдно читать, честно. Я думаю, что этого никогда не случится. Это человек, который пишет, он потом сам передумает, и потом задумается над этим, Я думаю, что нам, с псковским поэтом, Борисом Зуевым, было бы, вот и со всеми теми, кому повезло водить детей, в Гигине Гарниковне, в садик, нам вообще есть что ответить вот таким людям, которые вот такие распространяют вещи. Да, отвечать с добром, своим поведением, своим уважением друг к другу, взаимопомощью друг к другу. Я думаю, что этого никогда не случится. А если вот мы с Борисом Зуевым для вас не авторитет, то послушайте Пушкина, Пушкина, который, между прочим, сам был правнуком мигранта. Жуковского послушайте. Жуковский еще один выдающийся человек, у которого мама была турецкой, значит, пленной, турчанкой. Вот, и вот эти люди, они какой-нибудь искали вклад в развитие русской культуры. Напоминаю, что это была программа «Анализируй этнос, Ольга Миранович». И сегодня я наконец-то выведала у победителя конкурса воспитателя России Гигине Гарниковны Артюнян. Как она так воспитала мою младшую дочь, что я на свою галафиру не нарадуюсь. А если вы все пропустили, то смотрите и слушайте эту программу в записи на сайте Псковской ленты новостей во всех ее пабликах. До новых встреч!